76-летний султан Курманалевич сейчас на заслуженном отдыхе, но просто так сидеть без дела не могу, сажая во дворе дома цветы и деревья, отмечает ветеран сельскохозяйственной отрасли. Свой трудовой путь мужчина начал с зоотехниками в местном хозяйстве совхоза Новороссийск в Хронтаусском районе. Благо, соответствующее образование султан Курманалин получил в Алматинском заветеринарном институте. После чего была работа в Магажановском совхозе, служба главным зоотехником Новороссийского района и даже должность заместителя руководителя райсельхозуправления. К слову, в свое время даже хотел работать в органах госбезопасности, но по настоянию отца принял решение остаться с семьей на родине. Я закончил школу в городе Хронтаус. После окончания школы приехал домой, а мы жили в Новороссийском совхозе. Отец спрашивает, хочешь ли учиться, думаешь? Я говорю, да, думаю. Я переписывался с Подмосковью, есть высшая школа КГБ. Они меня одобрили, я хочу туда ехать. Отец говорит, ну я понимаю твои желания, но ты пойми, твои братья, сестры, кто будет им помогать. Поэтому я предлагаю выбрать специальность сельскохозяйства. Как отец сказал, я пошел по этой стопе. Султан Гурманалин долгие годы проработал на различных партийных должностях, а в 1992 году стал Акимом Карабутакского района, который затем переименовали в Адикибийский. Три года был председателем колхоза имени Джангельдина в Хронтаусском районе. Полтора года занимал должность директора Актюбинской птицефабрики, а затем в течение 13 лет до выхода на пенсию был заместителем главы областного управления сельского хозяйства и руководителем отдела животноводства при управлении. Богатейший опыт в агропромышленном комплексе позволяет оценить развитие сферы сельского хозяйства Актюбинской области, выделить как позитивные, так и негативные моменты. В частности, значительно снизились объемы производства, отмечает ветеран отрасли. Мы, значит, только по земледелию 2 миллиона 200 тысяч гектаров посевных зерновых было. 3,5 миллиона овец было по Актюбинской области. Это объемы же. За эти годы мы потеряли население в селах, потеряли работников сельского хозяйства. Кадры такие, как животноводы, как механизаторы. Почему так получается? Низкая заработная плата. Позитивные изменения есть. Сейчас технически оснащенность большая. Рост в поголовье племенного скота, в крупном рогатом скоте, коневодстве, в миососуальном овцеводстве. Качественные изменения есть. Господдержка. Хорошая сейчас поддержка. Перспективы дальнейшего развития сельскохозяйственной сферы региона хорошие. Имеются плодородные земли, которые позволят повышать показатели в животноводстве и растениеводстве. Конечно, следует решить проблему с кадрами, привлекать молодых специалистов. Однако не следует забывать многолетний опыт ветеранов отрасли, благодаря деятельности которых удалось сделать Актюбинскую область благоприятным краем для развития сельского хозяйства. Николай Сырбов, Армандус Магомбетов, телеканал Актюбе.